Привет, кербанавты, с вами Джео, и это игра Кербал Космический Огурец. В этом прохождении кербалы наконец-то собрали и построили гигантскую модульную космическую станцию, которая в скором времени будет разобрана по частям, доставлена на орбиту Кербина, и там на орбите эта станция будет собрана обратно, а затем эта большая станция отправится на Минмус. Для реализации такого масштабного проекта пришлось конструировать космический шаттл, который, по прогнозам кербалов, всего за 11 заходов сможет доставить на орбиту Кербина почти все модули этой огромной космической станции. Но вначале давайте я познакомлю вас с этой махиной и расскажу, что и как здесь устроено, а вы перед этим подпишитесь на канал и поставите лайк. Космическая станция Минмуса состоит из 41 модуля. 13 многоточечных соединителей прочно скрепляют все соединения этой станции. Два энергомодуля накапливают солнечную энергию, каждый такой модуль вмещает в себя по 40 тысяч единиц электроэнергии. 4 модульных лаборатории могут вместить до 8 ученых-кербонавтов. Модуль ППД-12 Купол, отсюда отдаются важные команды и здесь едет самый главный кербонавт-пилот. Модуль с контейнерами вмещает в себя до 25 тысяч литров груза. Самая мощная антенна ретранслирует сигнал и обеспечивает космическую станцию стабильным сигналом. По бокам две облегченные солнечные панели с блоками монотоплива и двигателями РСУ. Кабина автостопщиков вмещает в себя еще 4 членов экипажа. Следом идет большой модуль стабилизации. Этот модуль позволяет станции менять и удерживать ориентацию в пространстве. Два огромных завода по переработке руды способны быстро расправляться с рудой, которая будет поставляться на эту станцию с завидной периодичностью при помощи аппарата «Бочка». Главный контейнер с монотопливом находится в центре станции и вмещает в себя до 6750 единиц этого топлива. Две большие системы терморегулирования отводят тепло от работающих заводов, тем самым позволяя бесперебойно производить топливо. Ксеноновое хранилище вмещает в себя 222 тысячи и 300 единиц этого дорогого газа, и многие спутники связи смогут долгое время дозаправляться от этой космической станции. В конце станции находятся огромные баки для хранения топлива. Это топливо используется для дозаправки, а также для орбитальных маневров. Заполняются баки в процессе переработки. Из руды получается жидкое топливо и окислитель. Замыкает все модуль с четырьмя маршевыми двигателями «Вектор». Теговооруженность четырех двигателей в вакууме 0.28. При полной загрузке эти двигатели будут работать в течение 1120 секунд. Это около 18 минут бесперебойной работы на полной тяге. За это время сгорит 1 миллион и 90 тонн топлива, а прирост в скорости составит 4185 Дельта-В. Сухой вес станции 305 тонн и 320 килограмм, а цена запуска 775 тысяч кредитов. 100% загрузка с учетом полного инвентаря увеличивает вес станции до 1 миллиона 568 тысяч и 588 килограмм, а ее стоимость при этом возрастает более чем на 1 миллион кредитов. Вообще, эта сумма самой станции мало о чем говорит, так как больше всего денег уйдет именно на доставку всей этой полезной нагрузки на орбиту Кервина. Забегая наперед, эта станция разорила космическое агентство примерно на 4,5 миллиона кредитов. И это учитывая почти пустые баки с топливом на выходе. Вначале я хотел выводить станцию на орбиту большими частями, но потом понял, что наверное это будет более затратно и уже не так интересно. Поэтому кербонавты занялись постройкой шаттла, который будет доставлять модули станции на орбиту Кербина, а затем возвращаться обратно и приземляться на взлетно-посадочную полосу. Так получится сэкономить и вернуть обратно на Кербин большое количество кредитов. Вначале мне пришлось потратить 282 тысячи кредитов на улучшение ВПП до третьего уровня. Это было необходимое улучшение, так как я вообще не мог тестировать большие самолеты, что уж говорить про посадку. Полоса третьего уровня намного шире и лучше. С ВПП третьего уровня снялись ограничения на габариты самолетов. Теперь в этой карьере у меня осталось только одно последнее здание второго уровня. Это ангар. Но ограничения по деталям я пока еще не превышал, поэтому и сейчас разумно сэкономить деньги и улучшить ангар в другой раз, когда в этом действительно будет острая необходимость. Пока я тут улучшал ВПП, кербонавты уже построили шаттл. Ну и быстрые же эти зеленые огурцы. Теперь нужно назначить экипаж и можно загружать первые модули станции. Места для экипажа заняли два отважных кербонавта. Пилот Джеб Керман и инженер Билл Керман. Вообще можно было бы и обойтись одним пилотом, но если что-то пойдет не по плану и придется проводить работы в открытом космосе, инженер всегда придет на помощь. В шаттл были загружены первые пять модулей станции. Это ППД-12 купол, контейнер для грузов, два соединителя и кабин автостопщиков. Также я решил сразу взять с собой экипаж для станции. Кербонавты-новобранцы будут настраивать оборудование станции, да и вообще следить за тем, чтобы станцию не угнали с орбиты. Хили Керман и Стратоди Керман заняли оставшиеся два места в шаттле. Теперь перед взлетом осталось загрузить инвентарь станции полезными ништяками. Лучше сделать это сразу, так как доставка груза отдельным рейсом сложнее и перегрузка оборудования займет гораздо больше времени. Я брал на борт самое необходимое, к примеру, детали, которые в дальнейшем могут пригодиться в ремонте. В отсек станции поместились кресло пилота, запасные двигатели, модули управления, гиродины, распорки, стыковочные порты, аккумуляторы, колеса, куча научного и исследовательского оборудования, а также большое количество парашютов, которые я часто забываю, и много баллонов с топливом для реактивных ранцев кербонавтов. Эффектно запатентованный сброс ускорителей. На выходе орбита составила примерно 90 на 90 километров. Именно на этой высоте я решил и собирать все модули станции. Так период орбиты здесь дольше, чем на 70 километрах, а значит солнце будет светить больше по времени и в то же время сходить с орбиты в 90 километров довольно просто. В вспомогательном баке закончилось топливо и за секунду он превратился в космический мусор. Следом открылись створки грузового отсека и показалась первая часть станции. Из-за корявой механики в космическом огурце шарнирные соединения даже самые мощные и слишком расхлябанные. Поэтому на всем протяжении этой карьеры я сталкивался с ошибками блокировки роботизированной детали. И в чем смысл блока управления, если все равно мне приходилось блокировать соединения вручную. Зачастую даже через ускорение времени. Так как в таком случае любые объекты прекращают свое вращение и шарнирное соединение можно спокойно заблокировать. Ученый Стратодий Керман покинул кабину шаттла, осмотрел это произведение искусства и перебрался в ППД-12 купол. А затем шаттл развернулся для лучшего обзора в модуле управления. После 7 дней в Star Citizen сложно свыкнуться с таким маленьким Кербином. Планета кербонавтов действительно очень крошечная. Затем второй сторож, Хили Керман, перебралась в служебный отсек. Еще долгое время эти два кербонавта будут следить за состоянием станции. Можно сказать, что они проконтролируют все этапы строительства, а затем вернутся обратно на Кербин. Конечно, это займет много времени, но благо отважный пилот и инженер будут их часто навещать, так как на ближайший месяц график запусков в ЦУП очень плотный. Кербонавты попрощались с временным экипажем и обещали скоро вернуться с новыми модулями. Пока на станции отсутствовала автоматическая стабилизация, да и само управление за счет одного Геродина в кабине было очень плохое. Но этот недочет очень быстро исправится, как только к станции пристыкуются хелперы в версии 2.0. Ну и последнее, нужно дать название кораблю, в смысле станции. Запомните эту орбиту, скоро здесь будет очень много мусора. Сход с орбиты проходил полностью в ручном режиме, тем более, что механический джеб не умеет сводить шаттлы с орбиты. И так как первые попытки самые рискованные, для точного маневра механический джеб просто указал место, в котором нужно включить двигатели и время, сколько двигателем нужно работать, чтобы приземлиться точно в цель. Так, зная высоту, количество дельтове, требуемое для маневра, и предполагаемую точку посадки, можно прогнозировать место, где шаттл точно сбросит скорость и сможет безопасно приземлиться. А это должно случиться строго над ЦУП. При входе в верхние слои атмосферы шаттл объяло плазма, и некоторые детали очень нагрелись, а что-то даже взорвалось. И, похоже, это был блок двигателей РСУ. Но уже ближе к 8 километрам самолет сбросил большую часть скорости, и кербонавты выпустили шасси, чтобы замедлиться еще сильнее. Так получилось, что аэродром мы уже проскочили, поэтому пришлось развернуться и двигаться на второй заход. На подобный случай в шаттле стоят два атмосферных двигателя, которые способны еле-еле удерживать эту махину в воздухе. Еле-еле, но все же способны. И этого вполне достаточно для безопасной посадки. Идеальная посадка. Не зря же пилот Джеб Керман провел сотню часов за новеньким космическим симулятором Х-10 тысяч, оттачивая свои навыки пилотирования. Билл Керман был в напряжении почти до момента полной остановки, а потом тоже начал радоваться успешной посадке. В итоге шаттл вернулся с орбиты почти с полными баками топлива. В будущем нужно будет отрегулировать этот момент для более легкой посадки. За эту первую миссию я получил обратно 136 тысяч и 411 кредитов. Так много, потому что у кербонавтов получилось посадить шаттл на полосу, а это 100% суммы за каждую деталь. Думаю, напоминать о подписке не нужно, так как вы уже и сами подписались в начале видео. А я с вами прощаюсь. Новое прохождение уже скоро, или уже доступно по подсказке. Субтитры создавал DimaTorzok